Пятого номера коллектива представлюсь. Меня зовут Денис Беневольский. Я буду рад вам. Тивый идиот. Это шестнадцатый номер. Данила Радин. Бросок! Но Женера летает чуть выше створа. Продолжает стака динамовцев. Ещё бросок! Ещё бросок! Ведь динамика и темпы действительно высоки. Сейчас по воздуху решил пробить хоккеист московского Динамо. Конкретно Тимофей Енов. Рядом со штангой Шева пролетает. На хорошей позиции сейчас оказался. Один из хоккеистов Атланта. Выход один на один у московского Динамо. И два. Два. Ноль. Счёт становится. Глеб Перелыгин забивает этот гол. Замечательно. По флангу. Борьба там у борта идёт. Момент какой! Гол! Вот о чём мы с вами только что... И хорошо ведь. В том числе за это хоккей мы с вами и любим. Перехват от Атланта. Неплохая. Сейчас атака может у коллектива получиться. Бросок в дальний угол! И рядом со штангой Шева пролетает. На хорошей позиции сейчас оказался один из хоккеистов Атланта. Выход один на один у московского Динамо. И два. Ноль. Счёт становится. Глеб Перелыгин забивает этот гол. Замечательно. По флангу прорвался. Смесился в центр. И шикарно реализовал выход. Один в один. Два. Ноль. Ещё пяти минут не прошло. Динамо все уже весьма-весьма весомое преимущество над соперником. Получая. Посмотрим, как Атланта отреагирует. Не будем забывать, что для Атланта это первый матч в сезоне в группе А. Вышел коллектив за счёт стыковых матчей. Из группы Б сюда. Ну, Динамо все же это лидеры группы А в первом этапе соревнований. Они заняли третью строчку. Момент! И есть шансы на контратаку у Атланта. Так вот, Динамо заняли третью строчку. И у Атланта не самый такой приятный соперник в первом матче в группе А в сезоне. Да ещё и игра на выезде. Поэтому, в принципе, такое начало весьма-весьма логично смотрится. Какое столкновение! И пауза возникает. Так вот, пытаюсь логично смотрится. Логично смотрится такой счёт. Такое начало. Тем временем удаление у Динамо. Вот так вот. Тут самое главное для Атланта что? То, как команда отреагирует на то, что происходит сейчас на площадке. И вот судьба. Не знаю, хоккейный бог, что предоставляет отличную возможность Атланту одну шайбу отпитать. Сейчас ведь большинство команды бросок хороший в ближний угол. Как раз интересно, что именно Глеб Перевыгин сейчас обувает малый штраф. Недавно совсем он, напомню, стал автором гола. Вбрасывание на половине площадки Динамо. И важно сейчас задержаться Атланту в зоне соперника. Но не получается. Прекрасная передача по мыслью о Динамо. Сейчас он перехватывает ее Атлант направо. Сейчас можно на пятачок отдать. Борьба там у борта идет. Момент какой! И гол! Вот о чем мы с вами только что рассуждали. Важно, как Атлант отреагирует на то, что происходит. Получил возможность сыграть в большинстве. И замечательно ее воспользовался. Великолепный бросок в ближнюю девятку исполняет. Один из хоккеистов команды. И счет становится 2-1. Так визуально. Номер не успел рассмотреть. Но, по-моему, это была Дарья Кулагина. И в любом случае, кто бы это ни был, хоккеист в данный момент исполнил. Прекрасно. Нет, Екатерин Тищенко стал автором этого гола. И гола действительно получился пародистым. Вот динамовцы рвутся вперед. Естественно, их не устраивает. То, что они очень быстро пропустили. Но отметим, что именно во время игры в 4-м хозяйская команда пропустила момент у Атланта. На левом фланге получает шайбу один из игроков коллектива. Разворачивается. Классная скрытая передача. На подборе Атланта. Момент какой. Чуть-чуть проехал мимо линии передачи, так скажем, игрок. Если бы она ему на клюшку прилетела, это было бы, конечно, очень-очень опасно. Начинает атаку Атланта в своей зоне. И вот потеря. Перелыгин. Бросок в дальнюю девятку. И чуть было счет 3-0. 3-1, конечно же. Не становится. Перелыгин очень хорош. Постоянно маячит. В зоне защиты соперника. Вот снова перехват. Перелыгин. И за буквально 30 секунд. Две замечательные возможности отличиться имел Перелыгин. Перелыгин. Но Глеб ими не воспользовался. А вот уже ответ на атаку Атланта. Ну вот продолжая разговор о Перелыгине, он хорош сегодня тем, что постоянно нагнетает давление на оборонцев. И минимум времени на принятие решения им дает. И что, естественно, помогает ему достаточно часто шайбу в зоне защиты соперника себе забирать. Тем временем почти 10 минут сыграно в первом периоде в матче Динамо Атлант. В рамках, напомню, Кубка города Москвы среди команды 2007 года рождения. 2-1. Пока что динамцы ведут вбрасывание на половине площадки. Атлант. Образок в ближний угол. Справляется с ним вратарь. На фланге. Борьба у борта идет никак. Шайба из этой зоны не уйдет. Вот наконец-то! Но снова разворачивается игрок Динамо. Выжимает его защитники Атланта. И снова борьба у борта. Кто же выйдет победителем? Динамо в С. И чуть-чуть назад к синей линии. И снова дальше шайбу продвигают. Хамницкий. И сейчас прекрасный шанс все-таки появляется у Атланта. Но чуть-чуть в сторону фланга. Шайба себе на ход прокинул игрок. В итоге не сумел к воротам прорваться. Вот уже ответ на Динамо. Подхватывает сейчас шайбу Александра Нестерова. Но недолго она и владела, отправила вперед и затем Динамовцы. Снаряд перехватили. Начиная от Кирилл Казаков атаку в своей зоне. Отправляется в зону соперника. По правому флангу режет угол. Зашел за ворота. Ищет ищет адресатов для передачи. На перелеге на момент. Еще момент. И очень своевременно встал на линию ворот защитник Атланта. Даже если вратарь будет отыгран, он сможет шайбу отразить. Идет Атлант вперед. Правым флангом. Смещение в центр. И готова уже была нанести бросок Александра Нестерова. Но защитники Динамо не дали этого сделать. И пауза возникает. Вбрасывание. Вблизи синей линии на половине площадки Динамовцы. Выигрывает его Атлант. И начинает атаку через центр. Какой смелый бросок сейчас предпринял. 31 номер предприняла, точнее, Александра Паркова из Атланта. Столкновение в центре площадки. Настолько сурово, что даже клюшка вылетела из рук. Хоккеистки Атланта. Отметим, что очень много девушек сегодня на площадке у Атланта. Как минимум 2 или 3. Сейчас вот момент. И нет гола. Показывает арбитер, что нужно продолжать играть. Замечательный момент Атланта имел. Но не реализовал. Очень открытый хоккей мы с вами смотрим. И что не может не радовать. Минимум времени коллектив проводит в своей зоне. Я разыгрываю шайбу. Тут же отправляют ее вперед вертикальными смелыми передачами. И вот тем временем шайба покидает проделы площадки. Не выдерживает она столь стремительного темпа игры. Нужно ей тоже передохнуть. Будет выбрасывать. Кто же выиграет его? Динамовцы! Важно им было сейчас владеть шайбой в непосредственной близости от ворот соперника. И вот отметим, что очень высоко поднимаются защитники Динамо. И это вот шанс для таких контр-выпудов у Атланта появляется постоянно. Важно одному игроку выбежать вперед и оборону. Просто хороший пас ему вперед на прай. Контролирует шайбу Атлант. Неплохо развернулся сейчас хоккейст гостей. Но оборонцы Динамо были на чеку. Смелый проход. Но здесь, конечно же, защитники Атланта справляются. Тем временем, последние три минуты периода начались. И посмотрим, что коллективу покажут в концовке. И вот он шанс. Вот он шанс для Атланта. Один в один идет игрок. Разворачивается. Ждет партнеров. А не дождался. Вот обратите внимание. Двился вперед кисть Атланта. Даже развернулся. Ждал партнеров, что они помогут ему. Но никого не заметил. И в итоге пришлось ему бросать. И попал в защитника. Здесь уже стоило его одноклубникам чуть быстрее. И передвигаться вперед. Ничего себе. Врезались друг в друга хоккеисты. Но все-таки сумел завладеть шайбой игрок Атланта. Борьба у борта снова велась. И смели льдинамовцу ее выиграть. Хакой дриблинг. Передача. И это снова Перелыгин. Но не забивает. Момент. Вот уже ответ от Атланта. На правом фланге. Не остальное в фланге. Хорошее приложение у динамовцев. Заметит ли партнера? Но нет. Не дает передачу Александру Бурому. Пока правым флангом атакуют. Столкновение у борта. И тут что происходит? У ворот. Столкнулись хоккеисты. И очень-очень негасипримен защитник Атланта. Воробь до динамов. Встретил. В итоге не дал тому бросить. Последняя минута тем временем. Периода пошла. Как правильно сказал диктор стадиона. И посмотрим. Обычно на последних секундах коллективы активизируются. Понимают, что осталось играть всего ничего. И совсем скоро они отдохнут. Поэтому нужно было уже на тысячу процентов. Момент. Бросок. Защитник выпадает. Игрок Динамо. Перехват. Очень рьяно борется за шайбу Максима Ильина. И чуть было не отвоевал ее. Направо на фланге Атлант. Можно на пятачок отдать. Но тут вдвоем за счет коллективного отбора Динамо с шайбой себя забирают. И вот атака рвется на всех парах. Перелаген. Вперед. Бросок мощнейший. Просто великолепно сейчас бросил Перелаген в ближнюю девятку. И, честно говоря, мне с верхотуры показалось, что шайбой летит в ворота. Но нет. Этого не происходит. Момент у Атланта. Успеет ли счет сравнять? Нет. Не успевает. За 4 секунды до окончания периода мог сравнять счет. Гостевой коллектив. Но все-таки не получается. Так 2-1 по итогам первой 15 минутки в матче Динамо и Атланта. Динамо, напомню, пыли достаточно быстро 2-0. Затем все с удаления Глеба Перелыгина, который, кстати, пока что победную шайбу забил. Ну и Атланта отквитал один гол. Давайте немного отдохнем, а затем вернемся, продолжим наблюдать этот классный хоккей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, возобновляется встреча Динамо и Атланта в рамках группы Кубки города Москвы среди команды 2007 года рождения. Напомню, что Динамо в этой самой группе А выступает с самого начала сезона. Атлант за счет стыковых матчей попал сюда из группы Б. И сразу же встречается с одним из лидеров этой зоны. Напомню, что по итогам первого этапа Белоголубые заняли третью строчку. 2-1 в пользу хозяев по итогам первого периода. Две шайбы достаточно быстро Динамо все сумели забить. Буквально за 4 минуты. Затем достаточно... Момент какой у Динамо! Выход 1-1! Максим Алиен мог сейчас счет 3-1 сделать. Так вот, а затем автор второго голова Глеб Перелыгин получил удаление. Эта вот самая минута казалось бы как немного. В разрезе 15 минут в периоде. Но именно этих 60 секунд, даже меньше, хватило Атланту для того, чтобы одну шайбу забить. Соответственно, счет сделать уже более привлекательным для себя и более перспективным. Итак, напомню, что этот матч комментирует для вас Денис Беневольский. Момент! И отскакивает шайба от защитника Динамо к вратарю этой команды. И также буду рад напомнить вам составы команд, которые сегодня играют. Итак, Динамо. Денис Ковальчук, Савелий Михнеевич, Роман Золотов, Максим Ильин, Георгий Хохалин, Владислав Хамидский, Данила Радин, Тимофей Яновский, Денис Тарасенко, Александр Бурый, Глеб Перелыгин. Тот самый Глеб Перелыгин. Внимание, на которое мы довольно часто сегодня обращаемся. Все-таки он забил, также он удалился и именно во время удаления забил Атлант. Но и он также очень-очень активен в атаке и имеет много моментов для взятия ворот. Итак, теперь к составу Атланта. Павел Кононов, Андрей Каширин, Иван Вихарев, Илья Бензов, Никита Жмак, Ярослав Кушнарев, Дарья Кулагина, Александра Пыркова, Егор Лучагин, Григорий Адышев, Алексей Суринкин, Тимур Бобышев, Арсений Вакимян, Илья Котлеров, Матвей Лаврин, Матвей Колесников, Владимир Новиков, Иван Сергеев, Матвей Зимин, Виталий Желобаев, Михаил Карягин, Александра Нестерова, автор гола в составе Атланта, Кирилл Куртеев, Степан Мешков, Мария Шуршова, Леонид Кудлаев, Екатерина Тищенко. Итак, теперь возвращаемся на малую арену ВТБ и наблюдаем за тем, как Динамо начинает атаку в своей зоне. Включение в центр, и вот уже налево передача, здесь шайбу его одевает Кирилл Казаков, но коллективный отбор используют защитники Атланта, и довольно легко шайбу у него забирают. Хитро сыграно, но сейчас Динамоцы могут, правда, шайбу перехватить. Интересно, что-то задумал игрок Атланта, но партнер не совсем его поняли, и вот момент у Перелогина возникает. Ну, а теперь шайба уже у буртаря Динамоцы. Классный передача направо, это Илья налево. Очень размашисто, очень солидно играют Динамоцы в атаке, не скупятся на переводы из фланга на фланг, стараются не зацикливаться на одном из флангов или на центральной зоне в качестве той зоны, через которую они проходят вперед, момент! Уже в падении бросок наносил хоккеист Динамо. На левом фланге Атлант. И его Динамоцы шайбу перехватывают. Перелогин! Шайба завладевает защитники Атланта. Хороший обыгрыш в своей зоне Атлант произвел. 17 номер коллектива шайбу вперед отправляет. Это Виталий Жилобаев был. На правом фланге, кстати, хорошее есть предложение. Правда, уже не совсем на правом. Снесился в центр сейчас Владислав Хаминский, но не увидели его партнеры. Вот ответ Атланта. Смещение в центр. Бросок! И очень и очень спокойно шайбу в свою ловушку забирает Денис Ковальчук. Тем не менее, атака продолжается. Атланта только нужно выиграть вбрасывание коллективу. И затем можно сходу бросок наносить. Что и происходит! Уже чуть более интересный и чуть более неприятный для Дениса Ковальчука бросок. Но он снова спокоен. Кидаются на шайбу в ту же секунду. Естественно, хорошее место, как только ее арбитр вводит в игру. Борьба у борта. И выцарапывают шайбу. Просто с мясом. Игроки Атланта можно в центр отдать. Но не менее жестко действует против форварда Атланта защитник Динамовцев. Левом фланге все. Атлант пытается что-то придумать. Пытается, но... Никак не удается отдать передачу на пятачок. Вот момент! И к несчастью для Атланта шайба пролетает вдоль ворота. Это ведь очень-очень перспективный. Эта атака была. Но с достаточно острого угла наносил бросок игрок Атланта. Естественно, было трудно ему в створ попасть. Момент у Динамо! Хорошо. Разрезающую передачу выдали на форварда коллектива. Тот шайбу между защитниками Атланта и ворота получил. Но бросок внести не успел. Голкипер шайбу забирает. Забирает. Вбрасывание. Кто же выиграет его? Динамовцы на подборе. Сразу же можно бросить, что и делает. Девятый номер Динамо. Георгий Хохалин. Но попадает в шайбу в защитника. Почти половина второго периода позади. И в ходе этой пятнадцати минутки мы наблюдаем абсолютно ту же историю, что... Момент еще! Какой и гол! Это 2-2 и обнимаются. Невероятно, конечно же, радость сейчас хоккеиста гостевой команды. Ведь сумели они счет сравнять в гостях у московского Динамо. У самого московского Динамо. Проигрывая 0-2. Бросок. И на добивание просто чуть ли не все команды Атлант понесся. И просто внес эту шайбу в ворота. 2-2. Итак, вот только хотел сказать, что то же самое историю мы увидим в втором периоде. Что и в первом очень активные команды в атаке. Постоянно создают моменты. Как одна, так и другая. И мы даже не успеваем соскучиться. Что совершенно прекрасно. И тут же Атлант сравнивает счетку Перелыгина. Казалось бы, всю силу, которая сейчас в нем и есть. И может быть даже больше вложил в этот бросок. Но забить пока не получается. Результативно начинают команды этот матч. И в принципе 2019 год. Момент снова у Перелыгина и Перекладина. Лишь каркас ворота спасает Атлант. Такое ощущение, что Глеб побольше всех разозлен из-за этой ситуации. И за 20 секунд имел два замечательных голевых момента. Очень хорошо видно, как динамовцы сейчас активизировались. И совершенно по-другому задвигались по площадке. Они и так были крайне активны. Но сейчас просто летают по льду. И... Момент какой! Тем не менее, они-то летают. Но Атлант не перестает так же жалить их контратаками. Врезали сейчас кисты у обеих команд. Атлант на пару в ворота. Динамовцы в бросок и рикошет. Вот чем опасны такие броски, когда перед голкипером скопление игроков. Может попасть шайба в одного из них и отскочить в ворота. Продолжается атака Атланта. И какой прессинг! Просто сносит с ног сейчас форвард Атланта. Защитника Динамовцев. И... В принципе, Атлант. Отметим. Так же по-другому задвигался сейчас. Еще активнее, естественно. Но это только хорошо для общего нерва игры и для ее зрелищности. Борьба у борта! И очень активно прессинг используют хоккеисты Атланта. Но сейчас его Динамовцы разбивают. И нужно открыться игроку чуть пошире. Но... Вот как раз-таки этой ширины сейчас данной атаки не хватило. А ведь выпад был крайне перспективный. Два в одного. Напомню, шли игроки. На подборе Динамо! За воротами. Шабунка утолирует игрок команды. Это Георгий Хахалин. Перехват Атланта. И уже в зоне защиты соперника игрок. Смело идет на двоих. И бросок хитрый. Еще бросок. И двойной сейв. Дениса Ковальчука. Мы сейчас с вами наблюдаем. Это было... Хорошо. Еще атака Атланта. И мечется в воротах Ковальчук. Падает он. Уже распластавшись и закрыв с собой всю площадь ворот. Все-таки шайбу забирает. Посмотрите, как Атлант раскрепостился. Вспомните команду, которая вышла на этот матч. И в первые 4-5 минут Динамовцы две шайбы забили. И в принципе, уверенно, игру контролировали. Но сейчас история совершенно другая. Сейчас мы видим противостояние полностью равных соперников. Бросок. И вот в последнюю минуту Атлант гораздо активнее. Просто не выпускает Динамовцев с их половиной площадки. Обыгрыш. Какой бросок. Вы посмотрите, на фланге разобралась с оппонентом Александра Несерва. Автор, напомню, первого гола в составе Атланта в этом матче. И еще ее бросил. Пусть шайба выше ворот пролетела. Но это было опасно. И именно она сейчас будет пытаться выиграть вбрасывание у оппонента из московского Динамо. И выигрывает! Вы посмотрите, если бы не подсорковка от Георгия Хохалина... Александра сейчас бы шайба завладела. Еще момент! И нет гола. Вы посмотрите, что же вытворяет Денис Ковальчук. Это снова та самая Несерва. И вот ответ от Динамо. Выход один в один. И гол! Четыре момента. Как минимум сейчас имел Атланта. Чтобы отличиться от Динамо, посмотрите, как выбежали в контратаку и забивают. Выходят вперед за 4 минуты из 44 секунды. Вот такая вот символичная довольно цифра. Сейчас мы наблюдаем на табло этого матча. 3-2 в пользу Динамо на домашней арене. Бросок! И Атлант, естественно, рвется сразу же вперед. Рвется счет сравнять. Есть уже опыт у команды в этом плане. Даже по ходу этого матча. Естественно, и в истории ее существования она не раз счет сравнивала. Атака Динамо. Бросок в ближний угол. Ловушка. Брутая Атланта. Уже ждала. Это шайба. Отскакивает шайба в центр. И подготовит ее игрок Атланты. Идет на... Уверенно, как проходит. Вы посмотрите. Еще момент. Денис Ковальчук. Просто какой-то невероятный объем работы сейчас. Выполняет. Постоянно команду свою спасает. Но Атлант, конечно, очень-очень много голевых возможностей сейчас генерирует. Ответ от Динамо. И оказывается шайба у Ковальчука. Спокойно он ее оставляет своему защитнику. Перехват. Какой у Атланта. Момент. И забивать же нужно. Ну а совершенно героически Ковальчук действует. Защитник Динамо оставил его одного против форварда Атланты. Даже против двоих форвардов. Но он не сплоховал еще момент. Ну, Ковальчук. Ну, где же памятник этому вратарю? Почему он до сих пор еще не отлитый, не выдружен на площадь перед ареной? Это же просто фантастика, что вытворяет этот голкипер. Уже 10 сейвов, наверное, за последние 2-3 минуты совершил. И по-прежнему готов еще, еще и еще свою команду выручать. Передача налево. И посмотрите, какая огромная зона свободная есть у форварда Динамо. Перелоги наставляют партнеру. Бросок. И нет гола. Нет гола. Максим Альин уже готов был праздновать. Ну и взять оборот, но его не случилось. Чуть более 2-х минут остается до окончания второго периода в матче Динамо-Атлант. Еще раз напомню, что эта игра проходит в рамках Кубка Москвы по хоккеисту, где команда 1007 года рождения в группе А. И вот тем временем удаление в составе Атланта. И это шанс для Динамо надавить. И четвертую шайбу забить в концовке. И вот Динамо-Сестра уже устремляется к воротам соперника. Можно бросить! Что ей делает Георгий Хахалин? Шайба просвистила чуть выше. Продолжают шайбу контролировать в зоне соперника. Игроки Динамо не выпускают его оттуда. Бросок! И вот теперь уже приходится быть крайне вовлеченным в игру галки ПУ Атланта. Бросок! И спасает свой коллектив вратарь Атланта. За минуту и 26 секунд до окончания второго периода. Напомню также, что в третьем и четвертом периодах будут выступать номинально вторые составы команд. И тем временем тайм-аут берет один из тренеров. И я так рисую предположить, что это наставник Атланта. Потому что важно его команде сейчас не пропустить в меньшинстве в концовке периода. И уйти на 15-минутную паузу, проигрывая в одну шайбу. Ну и в принципе есть еще время также у коллектива, чтобы счет сравнивать. И вот, всего 30 секунд, напомню, удается тренерам, чтобы подопечному пообщаться. Казалось бы, что можно за эти 30 секунд теперь сказать? Как в этот совершенно крошечный отрезок времени вместить все эти мысли, которые у тренера накопились по ходу встречи? Ведь каждую секунду какой-то новый инсайт возникает у наставника, какая-то новая интересная мысль. Возможно, какая-то тактическая история. Может быть, что-то в плане перетасовки пятерок. И вот как, действительно, как успеть все это донести? Но в этом, в том числе, и заключается мастерство тренера, его бессловный талант. И также, как правильную интонацию подобрать. Здесь уже идет речь о психологических аспектах тренерской работы. Естественно, тренер должен быть хорошим психологом. Последняя минута периода завершилось все временем удаления. В составе Атланта динамовцы большинство не реализовали. В отличие, кстати, от Атланта, который в первом периоде с большим удовольствием забил, играя в пятером против четверых игроков белоголубых. Вырасывание одно из последних в периоде. Одно из последних, в принципе, в противостоянии первых составов Динамы Атланта. А ведь в третьей, четвертой, пятнадцатых минутках, напомню, дублирующие составы будут выступать. Ну, все-таки номинально дублирующие, так как они постоянно тасуются. Именно на эту встречу такие сочетания выбрали тренеры. И так элегантно поднял ногу Арбитр и под его коньком Ашреба проскочила. Успеет ли Атлант сравнять счет? Гол! Вы посмотрите, вы посмотрите, что вытворяет Атлант. Буквально за секунду до этого упал на лед защитник Динамо. Обыграл его легко форвард Атланта. И за три секунды, извиняюсь, и семь миллисекунд счет сравнивает Атлант. Невероятная, потрясающая концовка. Что же такого уникального успел донести до своих подопечных тренеров Атланта? Что они мало того, что не пропустили в меньшинстве после этого таймаута, так еще и забили. Пусть и не в большинстве, но это тоже дорогого стоит. Атлант фантастическую совершенно силу воли показывает. Обнимаются коллективы между собой, игроки и команды. И, естественно, они большие, молодцы. Да, матч продолжится, естественно. Но уже будут играть дублирующие составы. А встреча между первыми составами завершена. 3-3 счет. И Атлант проигрывает 0-2. Счет сравнял. Затем сдамовцы снова вперед выше. Ну и Атлант за 3 секунды, 3,5 секунды до конца. Это же просто что-то феноменальное. Счет сравнял. Пожимают игроки обеих команд руки друг к другу и арбитрам. И это было знатно. Это было хорошо. 30 минут совершенно шикарного хоккея. Мы с вами увидели. То ли еще будет, ведь матч продолжается. Совсем скоро на площадку выйдут дублирующие составы. И также начнутся счета 3-3. И как знать, сколько они еще сумеют забить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 пробиться в эту группу А. И сразу встречается с бело-голубыми, которые по такому первого этапа заняли третью строчку в этой группе. После первых двух периодов счет 3-3 и это было очень интересно, очень субъективно, очень зрелищно, потому что сначала динамовцы очень быстро забили две шайбы, затем артер одного из голов Глеб Перлогин был удален, и Атлант как раз-таки за эту минуту сумел одну шайбу отквитать, и затем началось героическое, так скажем, возрождение этого Атланта. Он начал расправлять потихоньку плечи, и в итоге сначала сделал счет 2-2, затем динамовцы снова вышли вперед, ну и затем за 3,5 секунды до окончания второго периода Атлант счет сравнял. Также по регламенту напоминаю, что сейчас будут играть между собой уже вторые, номинально вторые составы команд. В первых двух периодах встречались составы номинально основные. Итак, стартовала третья пятнадцатиминутка, и самое время после так как рассказал некую предысторию, перейти к составам. Итак, начнем с хозяев московских динамовцев. Денис Ковальчук, Егор Масейкин, Савелий Михневич, это вратарская линия. Далее полевых кистов. Михаил Завгородний, Александр Красноперов, Алексей Еременко, Роман Резванов, Данил Скворцов, Артем Ахмадуллин, Януш Хейбатов, Андрей Курьянов, Александр Уценко. Также Егор Пучков и Данил Фрайнт. Теперь к составу Атлата Мамет у динамовца! И гол! Как только нанес бросок и шайбу забил, а игрок Динамо его очень-очень жестко снесли с ног, благо тут все без травм обошлось, но, я думаю, здесь первично для Динамо то, что команда снова вперед выходит, и также крайне важно для этого коллектива, что он сумел на первой минуте уже забить. 52 секунды всего динамовцам потребовалось, очень мощно, очень активно они начали третью 15 минутку. Я так понимаю, игроки дублирующего состава пообщались с игроками первого, те им объяснили, что вообще нужно сделать с Ахлантом в этом матче, с командой, которая все время отыгрывается, ты вперед выходишь, она счет сравнивает. Поэтому наверняка еще это повлияло на то, что динамовцы так активно начали третий период. 4-3! В какой момент у Атланта перехват? Ну, бросок сильным не получается, ведь Атлант сейчас получил прекрасный шанс счет сравнять. Это прекрасно, что не дают своими активными действиями хоккеисты мне состав Атланта назвать, но все-таки давайте перейдем к нему. Итак, голкиперы Павел Кононов, Андрей Каширин, Иван Вихарев. Защитная линия Илья Бензов, Никита Жмак, Ярослав Кушнарев, Дарья Кулагина, Александра Паркова, Егор Лычагин, Григорий Адышев, Алексей Суринкин, Тимур Бобышев, Арсений Вакимян. Линия атаки Максим Ликинев, Илья Котлеров, Далее Матвей Лаврин, Матвей Колесников, Владимир Новиков, Иван Сергеев, Матвей Зимин, Виталий Желобаев, Микаил Корягин, Александр Нестерова, автор, кстати, одного из ГО «Атланта» в этом матче, Сергей Королев, Кирилл Куртеев, Степан Мешков, Мария Шершова, Леонид Кудлаев и Екатерина Тищенко. Макар Епли. Атака, тем временем, Динамосов еще одна. Продолжает коллектив давить, и, естественно, недостаточно ему одной шаби преимущества, нужно уже, особенно по опыту сегодняшнего матча, как минимум три. И то не факт, что «Атланта» не сравняет. Бросок! На ближний угол. Пытался попасть в фору Динамо, не получилось. Начинает атакую «Атланта» в своей зоне. Передача направо, и тут же попадает под прессинг фору Динамосов-защитник. Ответная атака уже в зоне соперника хоккеист «Атланта». Это 92-й номер команды, но не пропускает его вперед. Матвей Лаврин явно на большее рассчитывал в этой атаке. Борьба у борта. И Динамос отвоевывает шайбу в непосредственные близости от фору соперника. Бросок! Ещё бросок! Ещё бросок! И забирает шайбу Галкипер после броска 32-го номера Динамовцев Романа Резванова. Очень резко он бросил с разворота. И вот, если вы успели заметить, так вот как будто бы раступились тут же перед вратарём четыре хоккеиста «Атланта», чтобы не загораживать ему на момент броска. И Галкипер с ним уверенно справился. Снова борьба. И оказывается шайба на валяном фланге. Атаке Динамо! Ещё бросок! И попадает шайба в ловушку голкипера «Атланта». Отметим, что даже не в стуар тут бросок шёл. Так что, в целом, мог Галкипер её и мимо пропустить. Но в избежание опасного реконжета от борта и последующего добивания со стороны форварда в Динамо, естественно, шайбу забрал. Будет выбрасывание. Посмотрите, как ждут этого выбрасывания хоккеисты. Судья ещё шайбу в игру не ввёл, а они уже били. Правда, по воздуху так вот махали, желая это выбрасывание в игры. Момент! И «Атлант» может сейчас сравнять счёт плечом. Галкипер «Динамосов» этот бросок отражает. Начинает атаку «Динамо» в своей зоне. Вы нас вверхом. И посмотрите, в прыжке рукой. Шайба перехватывает хоккеист «Атланта». Показывает арбитр, что играть можно и нужно. Перехват! И, в принципе, довольно легко с этим броском справляется игрок «Динамо». Полномасштабная смена на исходе первой пятиминутки в третьем периоде. Также активно начали этот матч хоккеисты второго состава «Московского Динамо», как и их коллеги из состава первого. И также быстро сумели забить. Но, правда, к пятой минуте дебютного для себя периода первый состав вёл уже с счётом 2-0. Но пока что дублирующий ведёт 1-0. Перехват! Чуть было не состоялся. Да, но «Динамовцы» всё-таки не отдали шайбу форду командой соперника. Неплохо в центре разобрался с оппонентами игрок «Динамовцев». Это 32-й номер Роман Резванав. Питача назад. Бросок! Посмотрите, какой курьёзный эпизод. В шлем защитнику «Атланта» шайба попадает. И чуть было не вылетает за пределы площадки. Атака «Атланта» левым флагом. На пятачке есть двое прострел. И если бы мне своевременно подставленный конёк оборонца «Динамо», это было бы крайне опасно. Продолжаем наблюдать за эпизодом. Ну, посмотрите, ну разве это не подножка со стороны защитника «Динамовцев». Очень спорный момент. И вот тут, ну здесь, наверное, всё-таки сам потерял равновесие форварда «Динамо». А вот в прошлом эпизоде он откровенно наткнулся. Ну, не наткнулся, точнее, а об конёк соперника упал форварда «Атланта». И в том числе это помешало ему экстерменный бросок нанести. Тут уже можно было бы говорить о подножке, соответственно, об удалении. Но арбитр, как мы помним, ещё с самых стартовых минут матча даёт бороться. И достаточно лоялен к жёсткой игре как со стороны «Динамо», так и со стороны «Атланта». Левым флангом «Атлант» вперёд идёт. И вот есть на левом фланге предложение, точнее, да, передача туда следует. Смещается в центр Артём Ахмадолин. Продолжается игра. Хороший перевод вдоль синей линии. Подбирает шайбу 55-й номер Даниил Скворцов. Передача на партнёра. Ничего себе! Двоих, двоих оборудов «Атланта» сейчас отыграли. И отправили в портер фору «Динамо». Правда, передача на пятачок оказалась немного неточной. Продолжается атака. Классный перевод на фланг задумал. Защитник «Динамо», но передача не дошла. Как на коротке. Хорошо сейчас разобрался. Игрок «Атланта» — это Эля Котлеров. Момент Динамо! И нет гола, вы посмотрите. Вы посмотрите. Великолепный бросок в дальний угол наносил форвард хозяев. Но штанга спасает Атлант. И вот уже ответ на атака гостей. И теперь они создают момент. Ловушку. В ртаре Динамо шага пролетает. Ну какой же сумасшедший голевой шанс реализует Динамо. И как знать, чему-то аукнется команде впереди. Вот это момент! Один на один выход! Ну забьют ли? Это что-то невероятное. Это совершенно непонятно, как... И почему так благосколь... Как не забил, почему так благоскольен. К Атланту форвард Динамо. Полплощадки. Полностью всю зону соперник. Он спокойно с шайбой продвигался к воротам. Имел уме время для того, чтобы решить, в какой из углов ворот бросок наносить. Но в итоге не забил. Уж не играл ли раньше с Атланта этот парень? Встает такой вопрос. Атака Динамо! А! 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 Ну и теперь ответ от Атланта. Правым флангом. Ох, какое столкновение с воротами сейчас. С форварда Атланта. И снова на грани фола. А может даже и за грани. Ну, по крайней мере, арбитр фола не фиксирует. Но тем не менее, говорю о том, что я вижу. Действует игрок Динамо. Но арбитр, повторюсь, дает играть. И если такая манера приемлема для него, почему бы не играть так? И почему бы, если она так же помогает останавливать игроков Атланта, почему бы ее не использовать? Момент у Динамо! Бросок какой! Пушечный совершенно мощный. И, конечно же, вратарь вряд ли чем-то помог бы своей команде в этом эпизоде. Но мимо створа шайба пролетает. Двигается вдоль сильный линии игрок Атланта. Налево уходит. Совсем скоро пойдет последняя пятиминутка этого периода. И пока 4-3 в пользу Динамо в первом матче второго этапа Кубка города Москвы среди команды 2007 года рождения в группе А. Атланта, даже если Атланта сегодня проиграет, хотя совершенно рано пока еще об этом говорить, дебют в группе А в этом сезоне у команды получается что надо. Тяжелейшая игра. Не пощадили, так скажем, составители календаря Атланта. Только вышла команда в группу А и сразу же ей дали гостевой матч с Динамо. Тем не менее, да, в первые минуты 5 как раз, когда Динамо забили две шайбы быстрых, некая мандраж, да, некая нервозность присутствовала у игроков Атланта, что вполне нормально. Но затем они освоились и мы видим 4-3 счет. И ничего пока не ясно! Но вот сейчас, конечно, не повезло Атланту, отскакивая от шайбового ворота, от перчатки голкипера. И счет 5-3 становится за 5 минут до окончания. Вот знаете, что нравится и интересно наблюдать и анализировать в работе комментатора, то, что зачастую ты какие-то промежуточные итоги подводишь, какие-то выводы делаешь и тут же они подтверждаются. Ну вот сейчас не подтвердились, но тем не менее, какая-то подводка идет к тому, что пока ничего не ясно, например. И тут же Динамо некую ясность вносит. Все-таки 5-3 это более весомо, чем 4-3. Хотя Атланта же отыгрался с 0-2 сегодня, поэтому все-таки еще не все. Ясно, момент! И штанга! Как на фланге, разобрался с оппонентом, игрок Динамо! Передача на пятачок! И выносит шайбу подальше от ворот. Зачинники Атлант. Столкновение какое суровое. Ну, конечно, никакого нарушения правил не было играть. Продолжаем. На левом. Как классно сыграно! Вы посмотрите, что делает Атлант! Момент у команды! Бросок в дальний угол! Не попадает. Не попадает. Нападающий. Продолжается наступление Атланта. Ну куда же вратарь-то пошел? Вы посмотрите. За воротами шайбу принял. Смело покинул створ. Сейчас вратарь. Момент! О, какой момент! Момент замечательный! Совершенно потрясающий! Головой! Точнее, каской! Головой в каске отражает этот бросок голкипер, так как в футболе отбивают мяч. Также сейчас голкипер отразил этот бросок. Совершенно потрясающая и практически беспрецедентная никакая история. Не припомню, что когда-либо такое происходило, пока не верно на моей памяти. Момент! И на месте вратарь. И немного задерживается в бросовании за 3 минуты до окончания 3-го периода. Динамо. Котровирует шайбу Динамо со своей зоны. Быстро! Повторюсь, это совершеннейший тренд сегодняшнего матча. Как Динамо, так и Атланты очень быстро шайбу в свою зону. Вводит бросок! И старается это делать не за счет 2-3 передач коротких, а за счет одной средней или даже длинной. Момент! Какой бросок! Какие-то миллиметры надели сейчас от гола игрока Динамо. Замечательно его вывели Алексея Еременко на бросок. И тот всю душу в него вложил, но немного не попал. Снова Динамо с шайбой. Из очень непростого положения сейчас сумел бросок насти Роман Резванов. Итак, Атлант вперед идет. Расправляет плечи. Но недолго. Атака продолжалась. Ответ Динамо. Какой бросок, Клеский! Не без труда шайбу отражает вратарь Атланта. Даже несмотря на то, что она прям в него летела. Бросок! И что? Где шайба? Не видно же! Ну вот, теперь она появилась в поле моего зрения. Но на секунду показалось мне, что она под вратарем проскочила. Борьба отлетает от этого эпизода. Это форрор Динамо, защитник Атланта. Передача. И вот бросок можно исполнить. И исполняет его Алексей Рубежной. Вратарь уже в который раз свою команду спасает. Одна из последних атак Атланта в периоде, в принципе, атак в 3-15 минутке. Момент! Какой проход! Ничего себе! Посмотрите, что делает! Передача никак же не забивает! Ну вы посмотрите, как замечательно прошел вперед сейчас и все сделал. Игрок Динамо! Но партнер не забил. Честно говоря, не удалось уследить, кто же это был. По-моему, это был Артем Ахмадуллин. Бросок! Это он так классно прошел чуть не все. Барон соперника. Отдал пас на пятачок, но партнера не забил. 2 секунды до конца периода. А клюшка, посмотрите, чья же клюшка сейчас находится прямо в центральном круге. Ну все, все, заканчивайте играть, ребята. Ну посмотрите, что происходит. Вообще не обращаю внимания на сирену. Игроки продолжают. И было бы интересно, если бы сейчас сумел Динамо забить. Матч-то, точнее его отрезок подошел к концу. Забирают клюшку бесхозную из центра площадки хоккеисты Динамо. И заканчивается третий период. Посмотрите, насколько классно все-таки хоккей мы с вами наблюдаем. Как бы вовлечены в матч игроки, что даже не замечают сирену. 5-3 Динамо вцеведут. Двухминутный перерыв. А затем возвращаемся. И четвертый период, естественно, станет решающим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но затем немного не повезло Атланту. Рикошет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь к составу Атланта, который, кстати, сейчас получает малый штраф. Итак, галкиперы Матвей Лаврин Матвей Колесников Владимир Новиков Иван Сергеев Матвей Зимин Виталий Жилобаев Михаил Корягин Александр Нестерова Сергей Королёв Кирилл Куртеев Степан Мешков Мария Шершова Леонид Кудлаев Екатерина Тищенко и Макар Еплин Атакует DimaTorzok Атакует DimaTorzok Смещение в центр Ну, казалось, что это гол Ведь в упор бросок наносил игрок DimaTorzok Как же бы в воротах сейчас не оказалось, честно говоря, не совсем понятно лично мне Я думаю, вам тоже, уважаемые телезрители Но Что есть, то есть Матч продолжается Играет в полном составе Все время Атлант Динамо в очередной раз Но они сумели большинство реализовать Бросок! И Уверенно действует вратарь Атланта Кстати, напоминаю, что Атланта сегодня забил большинство Бросок! В первом периоде Свою первую шайбу в этом матче Смена происходит Полностью Новая пятерка выходит на площадку И Остается у Атланта Для того, чтобы еще один камбэк уже в ходе этого матча совершить Всего Одиннадцать минуты Девятнадцать секунд Выбрасывание В зоне Атланта Очень высоко Динамо все прессингуют Но Передача проходит Тем не менее на форварда Атланта Вратарь Вратарь Действует уверенно Какой момент? Бить нужно! Быстрее бросать! Ну что же Что же Дал вратарю Динамо вернуться Игрок Атланта Сворворот Ведь тот ему отдал шайбу А Сворворот пустым оставил Этот самый Ну что ж Прощайся сейчас Атлант Динамовцев Хорошо обыграешь Можно пятачок отдать Нет За ворот заходит игрок И Снова Динамо с шайбой Феноменальный Совершенный разворот И бросок! Какая техника Какая техника У Януша Хайбатова Отметим этого Молодого человека Замечательный Совершенный у защитников Сейчас разобрался Борьба у борта И Выход Один на один У Динамо И Гол Гол Забивает Роман Резванов В который раз уже Форварды Динамо Один на один Выходят в этом матче И зачастую они не забивали Свои моменты Но сейчас Роман все Исполнил Как надо 6-3 в пользу Динамо И 10 минут Атланта Для того чтобы сравнивать счет Забить Три шайбы Ну Все таки С 3-6 Будет Конечно Труднее отыграться Чем с 0-2 даже Но все возможно Ведь Атлант Также Отыгрывался уже два раза По ходу этой встречи Напомню Сначала с 0-2 А затем с 2-3 Сейчас Очень Очень сложную Задачку Задают Динамо С Атланту Но Тема интересен Хоккей Тема Интересная Примечательная Конкретно Эта игра Для Атланта Если повторить Сумеют Атланта Счет сравнить Это будет ну прям Шикарно Пауза Вбрасывание в зоне Атланта Перспективная Атака Динамо Еще о себе как шайба проскочила Она Мимо форуда Динамо Мимо защитника Атланта Мимо всех Пролетела И хорошо что Галкипер был на чеку Ведь она могла и мимо него Тоже просвистеть Прямиком В сетку ворот Опасные Мощной раз Акцентирую ваше внимание На этом Что опасны Крайне неприятные Такие моменты Когда Огромное количество Игроков Столпилось И ну очень тяжело Ему конечно Увидеть Где же шайба И что вообще с ней делают Игроки Атакующей команды Поэтому важно Быть Так скажем На полусогнутых ногах И На любой момент Быть готовым Переместиться Либо в правый Либо в левый угол Либо просто Отразить шайбу Которая летит по центру Свечу зажигают Защитники Атланта И перекватывают Шайбу Динамовцы Это 57-й номер Артем Ахмадолян На подхвате Снова Динамов Центр можно отдать Сейчас бросок Одного оставили Андрея Курьянова Тот бросил Но Вратарь Шайбу забирает Половина Тем временем Уже сыграно Последнего периода В этом матче Динамовцы Все-таки сумели Достаточно весомое Преимущество Завоевать Три шайбы И С каждой Секундой Меньше и меньше Меньше времени Устается Атланта Для того чтобы Очки в этом матче набрать Интересно Что же Там происходит Между Даже это не игрок Динамо Который на площадке А запасной И замена вратаря Тем временем Случается Средь Динамо На площадку Выйдет Савелий Михневич Ну в принципе Логично Что дает тренер Динамовцев Другому Братарю себя проявить Когда его команда Ведет с счетом 6-3 Так вот Возвращаясь К тому эпизоду Когда запасной Игрок Динамо Подъехал К дикторам Ареной По-моему Он им передал Может быть Выхт 1-1 И нет Гола Вы посмотрите Ну это просто Фантастика Только Вышли на площадку На дикторам Арены Чтобы Может быть Почаще Они своих Поддерживали То пока Они не особо активно Сюда в этом плане Проявляют Лишь фанаты Которые на трибунах Собрались Активно Болеют За своих На фланге Шайба Долго не могут Из этой зоны Вывести Игроки Рикошеты И так Взмыло Надо льдом Шайба Пролетело Даже над воротами Атлант Обросок Это седьмой номер Михаил Завгородний И снова У борта Шайба Находится Что-то в последнее время Ей там Стало приятно Находиться Что же никак Оттуда не выводят Вот наконец-то И дают Арбитру смену Команда Произвести Видимо Судим уже Тоже немного Наскучело Наблюдать за тем Как шайба У борта Постоянно находится Ведь есть еще Огромная площадь Льда Которую Которую тоже Можно Нужно Задействовать В игре Выбрасывание Выиграет У Атлант Но Все-таки В последний момент Шайба Динамо Себе забирает Очень и очень Смело Сейчас отдавал Алексей Еременко На партнера Хороший бросок Ближний угол Это Артем Ахмадолин Подбор снова За Динамо И отметим Что Не отдает Шайбу Сопернику Динамо Несмотря на то Что ведут Я уверен Что тренерская установка Продолжать Наращивать Давление Не давать Момент Еще Кстати Не давать Атланту Шайбу Ну соответственно Не давать им В себя поверить И понять Что Еще один камбэк В этом матче Возможен На правом фланге Есть Игрок Динамо Получает шайбу Все тот же Ахмадолин Активен он очень Прострел Защитника Шайба Попадает Еще один Прострел Вот Теперь решили Не бросать А прострел Игроки Белоголубых Бросок И снова На подборе Игроки Динамо И пауза Очередная Возникает Брасывание В зоне Атланта Совсем скоро Пойдет последняя Пятиминутка В этой игре 6-3 Пока что Ведет Московское Динамо И Савелье Савелье Которая Буквально 3-4 Минуты На площадке Находится Атланта Уже Две шайбы Как минимум Забил Передача В центр Девятый номер Атланта Отдает шайбу Направо Получает Снова шайбу Сергеев Но Зачатники Динамо Не дают Ивану Бросить И вот Выход 3-2 Как Хлестко Бросает Сейчас Клород Динамовца И Атлант Прессингует На левом фланге Динамовцы Шайбы Перевели С правого Падение И Отложенный штраф Естественно Будет Все Удаление Происходит В составе Атланта И В мисшестве Будет команда Играть Совершенно Не своевременное Удаление Получает Игрок Атланта В принципе Можно было Так жестко Соперника Не отогновать В какой момент Вы смотрите Ударом Своей клюшки Выбил Клюшку Из рук Защитника Атланта Игрок Динамо Но тот Не растерялся И Коньком Пытался Шайбу Своей зоной Вывести Вот этот момент Продолжает Шайбу Динамо Контролировать Шире Отходит 55 номер Команды Ждет Передачи Михаил Корягин Тем временем Наказан На малом Штрафом И пока Партнеры Будут без него Отправляться Бросок И в ближнем углу Снова Хорош Вратарь Атланта Вратарь Атланта Кстати Не представил Я вам Тренерский состав Как одной Так и другой Команд Станислав Пустовалов Наставник Атланта А Тренер Московского Динамо Там целый Тренерский состав Это Главный тренер Андрей Чебутарев Тренеры Валерий Бабков Александр Трунов Ну и Врач Борис Круглов Пока я вам Называл Тренерский состав Команд Тут еще момент Динамо Создают Несу по всему Немного досталось Вратарю В этом эпизоде Атланта Но Самое главное Что он Команду Спас И не дал И попустить Завершается Удаление У гостей И теперь Они будут Играть В пятером Три минуты Тем временем До конца матча Три минуты На три шайбы Которые нужно Забросить Атланта Что ж Давайте Возомнанием Эту игру Да, арбитр Именно это и делает И Продолжаем наблюдать Шаба Динамовцы Какой подкат Больше из футбола История Чем из хоккея Бросок И вот Тут Снова Уже в который раз Великолепен Галкипер Атланта После Януша Хейбатова Броска Перепутались у меня слова Спасает Свой Коллектив Вернемся к эпизоду Который Десятю секундами Ранее Случился Врезался Точнее К динаму В форварда Атланта И Это было Очень похоже На такой футбольный Подкат Причем Естественно Нет В хоккейных Правилах Подката Как такового Соответственно Нарушение Которое Называется Так Но вполне За подножку Например Можно было Удалить Динамо Скво игрока Но в очередной раз Абитер показывает Что он лоялен К жесткой борьбе Перехват от Динамо Продолжают Чтобы динамо Соконтролировать На подборе Седьмой номер Это Михаил Завгородний Ответ Атланта Но тут Отправился На Троих Защитников Матей Лаврин И последние Две минуты Как правильно Диктор Арены Заметил Стартовали В этом периоде Заполучите Шайбу Атлан Сейчас Борьба Снова Динамо С шайбой Бросок В ближний угол И Вратарь Был Этого Шайбу Отразить Но она Пролетела Чуть выше И Динамо Динамо В своей зоне Шайбу Получают Последняя Минута Стартовала Уже 55 секунд Остается до конца Атлан В одной из последних Атак Выдвигается Классу Себе коньком Подыграл Форвард Команды И нет Гола Но очень Хорош Отметим Михаил Корягин В этом Эпизоде Сказать Что он Сыграл Технично А даже Мега Технично Это Не сказать Абсолютно Ничего Втроем На него Набрасываются Защитники Динамо Но все равно Не отбирают Шайбу Какой цепкий Молодой Человек Прострел Бросок И все таки Мок Аутят Разгром Атлант Заканчивается Игра И Суть по всему 6-3 Динамовцы Победят Отметим Что Атлант Момент Ой-ой-ой Впадающего Игрока Атлант Шайбу угодила И поэтому Не зашла До партнера Которому Она была Адресована И так Все Завершается Матч Первого Первая встреча Второго этапа Кубка Москвы С этой команды 2007 года Рождения В рамках Группы А Побеждают Динамовцы С счетом 6-3 Это был Очень тяжелый Для них Матч Они повели 2-0 Затем Атлант Сделал счет 2-2 Затем Динамовцы Снова Вышли Вперед 3-2 Атлант Счет Снова Сравнял Показав Ну Действительно Очень-очень Серьезную Силу воли 3-3 И Закончился Отрезок Матча В котором Друг другу Противостояли Первый состав Команд Затем Вышли Вторые состав И В ходе Третий Четвертый Перед Динамовцы Забили Еще 3 шайбы Атлант Забить Ни одной Не сумел 6-3 Итог Это было круто Это было интересно И зрелищно Я думаю Что Все мы Получили Истинное удовольствие От просмотра Этой игры Благодарю вас Что были с нами На этой трансляции Матч прокомментировал Денис Беневольский Ждем вас На следующих Эфирах С матчей Кубка Москвы Продолжение следует...